Привет, друзья! Как ваши дела? Как настроение? Как погодка? Девочки, мое настроение супер-пупер просто. Я счастливый, а калыкадын, вы же меня знаете. У меня, девочки, завтрак. Сейчас покажу. Некрасивый, неэстетичный на тарелке расположился мой завтрак. Девочки, зато это так вкусно. Это вам прям не передам. Яйцо. Нет, два яйца. Хлебушек с хреновиной. И свекла. Салат свекольный я вам показывала. Вот остатки. И кефирчик фруктовый. Девочки, неэстетический, непривлекательный. Лежащий, некрасивый, на тарелке завтрак. Но очень вкусный. Очень вкусный, колоритный. Колоритный и калорийный. И полезный. Макароны с яйцом. Хлебушек с хреновиной. Обжарила его на маслице с двух сторон. Маленький кусочек. Вот такой вот. Это кипекли. Из темных сортов пшеницы. И с добавлением ржаной муки. И свекла. Свекла с грецким орехом, с майонезом чуток, йогурта. Девочки, естественно, свекла отварная. Девочки, чуток здесь специи мои любимые. Потрясающе вкусные. Приятного аппетита. Пойдемте. Расскажу историю. Про некрасивую. Не, не вкусную, но не эстетически красивую еду. Мы когда в школе учились, в старших классах, в город Ленинск-Кузнецкий я жила, там старшеклассников, мы ходили, у нас была вторая смена, и мы перед уроками с утра, по-моему, раз в неделю или сколько, не помню, мы ходили на батарейки, коробочки для батареек клеить на завод, там, где выпускали эти батарейки. Не знаю, сейчас этот завод существует, нет. И, естественно, девчонки все городские, это я поселковская, девчонки все городские, недалеко от школы жили, и они шли домой после этого завода, очень сильно ела руки клей, и вонючий такой клей был. А я же за городом жила, и, в общем, я ходила к девочкам по очереди, то одной, то другой. Естественно, если они будут кушать, меня тоже покормят. Конечно, чужой человек в доме, хочется все самое лучшее, все самое красивое показать и на тарелку покласть. И вот к одной мы пришли, дома никого не было, и стояла на плите, это советское время, на плите в сковороде такая чугунная сковорода и крышка от кастрюли, такие большие кастрюли были, помните, нет. В общем, много литров. Этой крышкой закрыта сковородка, а сковорода действительно большая, но чугунная, тяжелая. Я на крышку открыла, и там макарошки были, мелкие-мелкие такие макароны, рожки, рожки, но мелкие. И фарш, с фаршем, макароны по-флотски. И фарш, видать, дома, не купленный в магазине, а дома кусок мяса, такой постный, перекрученный. Это я сейчас помню, вот из... В тот момент я, конечно, не разбиралась, постный кусок мяса или какой он был, говядина была. Девочки, а я голодная, а время обед. И вот мы с ней эту всю кастрюлю как навернем на сковородку. Она прям сковородку, видать, мама приготовила и ушла. Была так, даже можно сказать, холодная. И, может быть, с утра мама приготовила, ушла на работу, узнает, что дети придут со школы и покушают. И вот она подогреет, одноклассница моя, подогреет. И прямо на стол положит какую-то... Ну, что-то, от сковорода же горячая, на стол нельзя. Стол испортишь. Что-то какое-то это... Такие подробности не помню, помню вкус вот этих макарон. И мы прям со сковородки, вилками, ложками. То есть я тут не буду, что-то не хочу. А там мальчишка на соседской... С соседским мальчугам. И мы прям это... А там жироёк. Масло, потому что мясо постное. И макароны уже всё, что нужно было, впитали. Впитали, они были такие... Водички не было никакой подливы, ничего не было. Девочки, это было самое вкусное блюдо. Я такого вкусного... Вкусных макарон по-флотски в жизни не ела. На тот момент. Девочки, не знаю. Я не стеснялась. Потому что это было очень вкусно. И я была голодная. И мы с ней эту... Огромная сковорода. Мы с ней напополам. Сначала с хлебом ели. А потом... Девочки, у меня на кусок хлеба. Она тут осталась. И свекла осталась. И помакать надо. В общем, девочки, я это... Я ей благодарна. Ну, не знаю, как. Очень благодарна была этой девчушке. Всем благодарна. Ну, вот я вспомнила про эстетику. Есть же, напишут, что... Ой, как некрасиво в тарелке. Всё, это хаос. Какой бардак. Можно же было как-то украсить. Вот, девочки, на тот момент... Мы прям со сковороды ели. Это было самое нам вкуснейшее блюдо. А вы говорите, некрасиво. Некрасиво, но вкусно. Как бы пальцами откусить. Будьте здоровы. И чтоб вы всегда... Даже если некрасиво, так, чтобы у вас в тарелке всегда было вкусно, сытно. А если человек сытый, он будет довольный, с позитивом на мир смотреть. И не будет писать всякие ерундовые комментарии. Вот, девочки, наш чайник поломался. Пришлось вытащить вот тут, грунтик. Поломался, девочки. Не... Как это сказать? Красная кнопка не реагирует, да? Не горит вот эта красная, не включается. Странно, в общем. Гарантия на два года. У нас вроде как год. Может быть, даже год не прошел. Мы же его в этом году купили. Поэтому год еще не прошел. Гарантия два года. Вообще, он ремонту не подлежит. Муж говорит, такие чайники. Их замену. Я не знаю как. Ну, муж позвонит. Пусть придут, заберут. Скажут, приходите, заберите. В прошлый раз же каргу приносили. Также придет какой-нибудь... Прямо от этой фирмы. Это Арчелик, Бекко, Грундик. Это все в одном офисе они сидят. Все одно и то же, в общем. Я вам рассказывала про этот чайник, как мы его купили. Если не забуду, ссылку на этот чайник оставлю. В смысле, не ссылку, а видео. Про этот чайник. Вообще, чайник шикарный, красивый. Вот тоже, опять же, красивый. Но непрочный. Даже года не хватило этому чайнику. С этим чайданлыком была проблема. Из этого видео вы узнаете. И вот года не прошло, чайник поломался. Отзывы на этот чайник в одном форуме нехорошие отзывы были. Но муж на свой риск все равно купил. Он потому что самый дешевый. А сейчас в разы поднялись цены. Он сейчас не из самых дешевых. На тот момент, когда мы его покупали, это был самый дешевый чайник. Из подобных моделей. Сейчас он не самый дешевый. В общем, чайник этот и в прошлый раз я вам сказала не рекомендую. И сейчас говорю. Он красивый. Но он непрактичный для жизни. Если чисто для красоты, типа для эстетического содержания вашей кухни, да, но теоретически да, но практика показала, что он не хороший чайник. В общем, наехала на чайник. Буду пить чай. Девочки, начала опять пить чай черный. Для ноги это не хорошо, а для легких это как бы олабелир, доктор сказал. А для ноги нет. А душа треба. Шо делать? Вчера приходил братишка попроведывать. Сидел на бахчей. Я говорю, пошли домой. И черегай. Он говорит, нет. На солнце хорошо. Я говорю, да ты барьёсу. Барма, говорю, олум. Кричишь, говорю, не кричи. Тем более у нас суббота. Суббота была вчера у нас. А ты, говорю, кричишь. Не кричи. Соседи все повыскакивали с окон. Ну, он громкий у нас такой. Поэтому, говорю, идем внутрь. Он говорит, ладно, не будет все покричать. Ну, обидно, обидно, конечно, не сказала. Типа, барьёсу. Барьма, говорю. Муж не скажет, а я скажу. Приятно, конечно. Он хотел как лучше. У него это бахча индивидуальное пользование. У нас же бахча общая. И кругом соседи. Он вот это у него в голове не укладывается. Летучий голландец-то наш. Посетил буквально немножко. И на самолёт у него был. Пошёл, говорят, мамульку пойду ещё за чем-то. Я от мамульки прям сразу в аэропорт. Я говорю, пойдем покушаешь. Нет, говорит, опаздываю. Потому что суббота, трафик на дорогах. До мамульки ехать далеко. Потом от мамульки в аэропорт тоже далеко. По времени, говорю, опоздает. Я там, говорит, перекушу. Найду, что перекусить. Типа, не переживай. Кендинейбак. Он мне сказал. Приятно, конечно. Но всё равно. Ворчала. Но он не обижается. Я его... Ему сейчас 45. А я его... Ему было 18. Мы с ним познакомились. Ну, в смысле. Первый раз я его увидела. Когда ему было 18. Правильно? Не, позже. Не 18. 20 с лишним где-то было, да? Угу. Не. Ну, не 45, а? Ну, 45, нет. Может, ему не 45? Баба-ябутка опять. В общем, приблизительно в этих цифрах. Сейчас мозги не работают. Вот, а чуть-чуть что-то кушал. Вот, а чуть-чуть что-то кушает. У нас Дон Дурма есть ещё. А ты... Таблерон скушал, да? Угу. Ммм... Я тоже хотела попробовать. Вкусно? Да. Таблерон. Я вчера говорю, муж, я хочу мороженое. Вот такое, как, сэндвич Дон Дурма. Он мне купил такое, две штуки, я один сразу съела. Потом он всё по два купил. Ещё таблерон был. Один таблерон был. Таблерон, конечно, дорогой. И это... Ну, вообще, эти мороженое... Они дорогие девочки ещё. Буду готовить сегодня. Вот овощи фаршированные ещё с того раза. А это чё? А вот Дон Дурма кто-то ел. Это чё? Твоё? Морка, ага. Зато хлеба полный в холодильник. А вот это ещё мои. Я пекла. Надо доедать вкусный хлеб. Укропчик, петрушечка ещё. Угу. Девочки, такие вот эти конфетки. Хаджи-бекер. Они полежали. Они полежали. Засахарились. И на них образовалась вот такая вот... Вот это, когда кушаешь, вот эта оболочка, буквально несколько миллиметров, она мягенькая становится. Когда они в магазине лежат, как они их хранят, я не знаю. Они от влажности вот так вот. Девочки, ну вкусно. Вот это вот. Это с корицей. Хаджи-бекер. Конфетки. Очень вкусные, девочки. С чаем. Это, по-моему, то ли гранатовый, то ли... По-моему, гранатовый сок. Я не помню, гранатовый или розовая водичка. Может, и то, и другое. Не помню. Очень вкусно. Ну-ка, еще... Вот, видите? Прям оболочка такая. Но я не могу их как по сосудам. Я их кусаю. М-м-м... Прям так вкусно. В холодильник трещит. И чаем запивать. Вкусно-вкусно. Это вот остатки роскоши. Вот это... Тоже вкусно. А вот это чуть-чуть с кислинкой. Что дает кислость, не знаю. То ли белая, то ли... Карамельный цвет. Не знаю. Вот это немножко кислит. Вот это тоже полежали. Вот такая же оболочка вот получилась. Очень вкусно. Вот. Даже видно, что оболочка будет. М-м-м... И с чаем. Вот тоже. Эстетически красивым людям. Объясняю. Они не могут лежать просто в открытом виде. Вот. Почему? Потому что они сразу тверденеют. На тарелке. Их потом... С тарелки не выковыришь. Вот эти конфетки. Они должны лежать хорошенько, плотно в каких-то мешочках. Влажный же климат еще. В общем, девочки, все вкусно. Приятного чай пить. Девочки, и днем, и ночью вот эта влага... Влагу сосет из воздуха в помещении. Вот видите, влажности сколько. И днем, и ночью он работает. И там воды уже... Вам не видно? Там есть подсветка. Лень. Лень мне встать. Там уже где-то полтора стакана. Ну, 300 миллилитров воды уже внутри. Вот видите, 63, 64, 65. Вот так скачет. Во-первых, на улице влажность высокая. И так как бахчикат, естественно. Вот. Видите, сколько влаги? Ой. Сколько воды. Это за двое суток столько воды набралось. Много воды, короче. Влажность из воздуха собирает. На автомат я поставлю. Вот 64 эти. Он сам регулирует. Когда меньше взять, когда больше. Начать работать по мощности. Когда влаги больше, когда меньше. В общем, влажный очень воздух у меня здесь, где я сплю. Что-то под окном грохнулось. Не знаю, что грохнулось. Надо пойти посмотреть. Дальше, сегодня такая прекрасная погода. О, ветер холодный. Так холодно. Вон ветер весь какой. О, еще помидоры цветут. Смотрите. Наверное, уже ничего не будет. А вон помидор-то сколько? 3, 4, 5, 6. А еще здесь 4 было. На кустике 10 помидор было. Смотрите. Палец мой. Там решили не собирать. Пусть падают семена. О, навалили сколько. Ммм, сколько навалили-то. Удобрения мне. Угу. Охотники. Охотник сегодня ходил. Целое утро ходил. Вот удобрения оставил. Угу. И спал он всю ночь вот здесь один охотник. Здесь же листва, хорошо. Он здесь спит. Угу. А, надо глянуть, что там. Что там такое? Где тут ключи-то? Сейчас я одной рукой не открою. Да, девочки. Правильно, живешь наверху, ничего не знаешь. Или это специально, или правда она не знает. Но я сомневаюсь, что она не знает. В таком возрасте и не знать. Когти точат об сетку. Не надо, сетка рвется, когда когти точишь. Сосед тоже возмущается. Женщина с окна кормит. Сосед тоже говорит. Зачем же вы бросаете? Выйдите, если хотите, говорит, покормить. Выйдите вон туда, в сторонку положите. Вы же, говорит, прям на окна бросаете. Я уже молчу, встаю. Тортельчик прискакал. Тортельчик, девочки. Наверное, бабочкой хочет стать. Я говорю, здесь турлюбий, жеклер. Очень много. Это история. Земля с историей. Здесь сколько? Сколько империй жило на этой земле. И моя капля пота. В общем, сосед возмущался. Что говорит это? Вы неправильно делаете. Хотите кормить? Выйдите, покормите. А с окна вот так бросать не надо. Девочки, я вчера мыла... Дравила окна. Со шланга. Ну, я дравила. Муж дравил. Тоже вот так она бросала. Пошли, подравили, короче. И сегодня она опять бросает. Ну, не знаю. Вроде женщина нормальная. Чего она так делает? Не знаю. Вот так вот и живем. Друг друга воспитываем. Девочки, сегодня шикарная погода. Надо то ли прикопать. Наверное, надо прикопать. Пойду прикопаю. Пойду прикопать. Девочки, я первый раз лопату взяла. Я не брала лопату в руки после операции. Все, девочки, могу земельку копать. Я левой ногой не могу. У меня же левая эта. С заплаткой. Я правой копаю. А правой много не накопаешь. Ну, мне хватит. Мне же все, не надо здесь копать. Мы хотели сегодня с мужем... Мы хотели сегодня с мужем... Муж хотел, не я. Траву покосить. Потому что, если запустишь траву, потом сложно косить. У нас треймер леска. Она длинные, толстые. Травинки вот эти не берет. И вот это нужно убрать. Муж говорит, это слива. Нет, говорю, это не слива. Это... Знаю, написано кераз. Попас кераз. Но это тоже не попас кераз. Сто процентов. Я думаю, это просто сорняки. Такие травки есть же, кустарники. Ограждения. Я думаю, это вот это вот. Их тоже надо, девочки, убрать. Потому что они все в бюджетах. Вот это тоже надо убрать. И вот там много. Но там именно вот блохи вот эти. Туда страшно идти. Там и улиток миллион, и блох. У соседей тоже вон трава выросла. Но они сами не будут. Они будут ждать, кто бы им пришел, покосил. А вот здесь вот из-за того, что трава высокая, и у улитки много тоже улиток. Прикопала кучку. Ну, хотя бы запах не будет идти. Все равно я чувствую. Это муж кофе набросал. Я ему говорю, сюда остатки выбрасывай кофе. Молотая кофе, испитая. Хорошо будет. Все равно какое-то это удобрение. И котейки удобряют, и мы тоже удобряем. Перьев много, смотрю. Охотник уже тащил с утра. Я его прогнала. С голубем в зубах. Я говорю, не мелок. Иди туда, откуда пришел. Потом после мусора много перьев кругом. Но это еще чайки вот. Чайки еще с неба тоже. Сейчас же осень, наверное. Линька у чайок. Тоже много. Там перестали кучки оставлять. Там начали. Потому что там навозом пахнет. Мы же удобрение делали. Может быть поэтому. Там все равно навозом пахнет. Ладно. Вчера немножко полила. Вот здесь клубника совсем. Засохла. Листочки. Чуть-чуть полила. Вот поднялась. Петрушка. Смотрите. Семена собрала. Кое-что. Попатья. Попатья такая пышная стала. Смотрите. Я думала нет. Хорошо. Вот здесь немножко тоже порвала травку. Цикламин уже начинает. Вот туда сажала цикламин. Хорошо стало. Каланхоя тоже хорошо в этом году. Я его пообрезала. Места ему стало больше. Оно стало разрастаться. И там тоже стало разрастаться. Мальта и Ири тоже надо убрать. Там тоже бюджиков. И инжир тоже надо убрать. Там тоже бюджиков. Бюджиков, чтобы не было, нужно удобрение давать деревьям. А каждое деревье любит свое удобрение. Ну и это, во-первых, затратно удобрение. Покупать еще на каждое дерево отдельное. В общем, не хочу. Дизайнер. Это ландшафтный дизайнер. Ну, подождите. Мы еще немножко здесь живем. Еще года два поживем. Потом ландшафтного дизайнера позову. Девочки, помидорчики цветут. О, там сколько помидорчиков. Смотрите. Муж говорит, давай соберем. Я говорю, да давай пусть это висят. Вот так падают. Вон, видите, семена на следующий год вырастет. А вот это же тоже пазы, что ли, тут сюда я сажала. О, бибер зацвел. Смотрите, девочки. Райхан пошел тоже. Смотрите, как хорошо. Жара спала. Вон кости, чайки кости. В клюве. Нечаянно, видать. Уронила и лежит. Надо же убирать. Там два кустика клубники. О, картошка, что ли, там растет. По-моему, там картошка, девочки, растет. Может, тоже ворона бросила нечаянно. Это нужно уже все. Огурцы точно надо убирать. Даже некрасиво вот лохмоти болтаются. Девочки, а мы побелели красиво. Смотрите. Все бы, если побелить. Но надо покупать. А сейчас же дожди будет. Вон там красиво забелено. Видите? Солнце светит, не вижу. А там вон чернота. Угу. Травка тоже выступает. А братишка вот здесь сидел. Стул вытащили ему. Сел. Ушел, потом я стул удравила. Я говорю, вот гости, блин, а. Гости пришел человек. Башкан, говорю. Посреди бахча сел и орет. Соседи повыскакивали соком. Пришел попроведывать больную. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так что же пересаживать у меня? В одних горшков столько горшков. О, сколько. Смотрите. Быстро пошли. Жара спала ей. Они пошли. Смотрите, молодняк какой. А здесь только две веточки сажала. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Еще без очков. Тринадцать. Ну, ладно. Ну, а вон четырнадцать. Это с корня, видать, они лезут. Угу. Хорошо. Я вот так вот веточки срываю, какие похуже. О, подружка прилетела. А что? Котейки, наверное, побеспокоили. Срываю и вот так вот бросаю. На цветочки кладу. Вчера гибискус полила тоже. А то мы тоже немножко поникли. А что там такое? Воробушки летают. Ладно, всего доброго, друзья мои. Всех вас обнимаю и люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пошла. Ну, подарки оставили птички. Подарки птички к деньгам. Не видно вам? К деньгам. Денег насобираю. Птички вот дарят. С вашей помощью. Денег насобираю, потом года через два, если дом не поломают, новые не будут строить. Позову ландшафтного дизайнера. Он мне придет здесь. Красоту наведет на бахче. Увидимся на следующего влога. Будьте счастливы. С благодарностью обнимаю вас всех. Сладкая моя жизнь. Бахчика-то. Девочки, надо вот так пополам разделить. Вам кусочек и мне. И мне кусочек. Горизонтально алмаз. Потому что здесь два вида мороженого. Поэтому горизонталь, алмаз. Нужно вертикаль. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...